Спускаемся с обер Зальцберга. Теперь едем к озеру Кимзее. До него нам предстоит проехать около 80 километров. Мы туда направляемся, чтобы посмотреть дворец Херен Кимзее, один из трех великолепных дворцов, построенных королем Баварии Людвигом II. Два другие дворца мы смотрели ранее по ходу нашего путешествия. Это были Нойшванштайн и Линдерхоф. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Съехали с гор и выехали на автобан. Приехали к озеру Кимзее и сделали короткую остановку для съемки. На озере два главных острова – Херен Инзель, то есть мужской, и Фраун Инзель, женский остров. На мужском острове и стоит дворец Херен Кимзее, куда мы направляемся. На женском острове, который меньше мужского, находится женский Бенедиктинский монастырь, созданный около 1200 лет тому назад, и небольшой поселок. Теперь нам нужно проехать еще немного к станции Приншток на берегу озера, откуда мы сможем на катере добраться до Херен Инзель, где расположен интересующий нас дворец. Поставили машину и идем к причалу. Нас обгоняет ретропоезд, который соединяет причал с ближайшей железнодорожной станцией и используется туристами, прибывающими сюда по железной дороге и просто любителями прокатиться на старинном транспорте. Эта линия длиной около двух километров была открыта в 1887 году. Отель на берегу озера под названием Луитпольд. Садимся на катер. Озеро Кимзе – самое большое озеро Баварии, и его иногда называют Баварским морем, за неимением выхода к настоящему морю. Протяженность берегов озера около 80 километров. Максимальная глубина – 74 километра. Максимальная глубина – 74 километра. Максимальная глубина – 78 километра. КОНЕЦ Народ отдыхает на воде и в воздухе. Проходим мимо капеллы Святого Креста, построенной в 1697 году. Прибываем на Херен-Инцель. Пройдя менее километра от причала, выходим к парку перед дворцом. Еще в молодости Людвиг II интересовался династией бурбонов и особенной эпохой французского короля солнца Людовика XIV. Это увлечение привело его к мысли создать в Баварии подобие Версаля. Король Людвиг II в 1873 году купил остров на озере Кимзея. Он требовал не копировать Версаля, а цитировать в духе Людовика XIV. Было сделано 13 вариантов проекта и в 1878 году началось возведение дворца. Строительство требовало огромных средств. Так и неоконченный дворец Херен-Кимзея обошелся в 16 миллионов марок в ценах того времени, тогда как дворец Линдерхоф в два раза дешевле, а Нойчванштайн в 6 миллионов марок. Король же получал на все свои нужды 4 миллиона марок в год. Еще раз смотрим украшения верхнего этажа более крупным планом. Король жил в незаконченном дворце Херен-Кимзея только 9 дней в 1885 году. Вскоре, после таинственной смерти Людвига II в следующем 1886 году, дворец был открыт для публики. Такие повозки на конной тяге доставляют экскурсантов от причала до дворца всего за 3 евро с взрослого носа. Но мы, естественно, пошли пешком. Объяснение к клумбам парка. В центре парка находится фонтан Латоны, богиня Лето, возлюбленная Зевса, которая с детьми Артемидой и Аполлоном убегает от гнева Геры, жены Зевса. Крестьяне одной из деревень не дают беглецам напиться из озера, и тогда Латона превращает крестьян в лягушек. Здесь воплощены этапы этого превращения. Фонтан окружен кольцом черепах и драконов. Ближе к дворцу расположены еще два фонтана. Один из них посвящен богине Фортуне, а второй богине Фами. Фортуна стоит на колесе удачи, у ее ног морской бог Тритон и нимфа Нереида. Пьедестал усыпан розами, а у его основания мифические рыбы. Центральная группа второго фонтана изображает крылатую богиню Малвы из Казани, Фаму, верхом на Пегасе. На пьедестале расположены аллегории войны, победы, истории и природы, а также показаны падающие с пьедестала аллегории зависти, ненависти и лицемерия. По периметру обоих фонтанов, а также внутри их бассейнов, установлены многочисленные скульптуры и скульптурные группы на мифологические темы. ПЕСНЯ На левой и правой стороне парка размещены два небольшие фонтана, также украшенные скульптурами. Воду в фонтанах включают периодически. Это позволяет как рассмотреть детали, когда вода не подается, так и увидеть общую композицию скульптур и движущейся воды. ПЕСНЯ Теперь снимаю фонтаны Фортуны и Фамы от входа в дворец. ПЕСНЯ ФОТОПАНОРАМА ФАСАДА ДВОРЦА Как уже говорилось, строительство дворца и парка не было закончено из-за нехватки денег. Людвиг II писал, «После приостановления строительных работ, которые мне так были важны, исчезла самая главная радость в моей жизни». Более детальные снимки скульптурных украшений на фасаде дворца. ПЕСНЯ Решетчатая дверь, вид из вестибюля. ПЕСНЯ Можно посмотреть музей, посвященный королю Людвигу II. ПЕСНЯ Сувенирный магазин. Экскурсии по дворцу проводятся только группами, примерно по 20 человек. Номер группы и время начала экскурсии указаны в билете. Группы отправляются по дворцу через каждые пять минут. Осматриваем южный вестибюль дворца с парадной лестницей. Пара павлинов из эмалированной бронзы на первом этаже в центре вестибюля. ПЕСНЯ Фонтан в нише с Дианой и двумя нимфами. Незаконченная галерея дворца. Зал стрелков с картинами, изображающими военные походы Людовика XIV. Приемная комната для небогатых дворян. Еще одна приемная для высшей аристократии с бронзовой статуей Людовика XIV. Эти две приемные — повторения похожих помещений в Версале. Но, в отличие от Версаля, здесь Людвиг не собирался никого принимать. Он писал, что этот дворец задуман как памятник Людовику XIV и не для пользования, а для восхищения. Парадная спальня, построенная по примеру таковой в Версале, в которой Людовик XIV устраивал приемы утром перед подъемом с постели и вечером перед отходом ко сну. Пол перед барьером, ограждающим ложа короля от посетителей. Зал совещаний с креслом в виде трона и портретом короля солнца Людовика XIV за троном. Зеркальная галерея. Она на 8 метров длиннее Версальского образца. Здесь десятки канделябров и люстр, и всего в этих светильниках можно было зажать 2188 свечей. Однако это было сделано для Людвига II только один раз. По концам зеркальной галереи расположены арки типа триумфальных, через одну из которых можно пройти в зал войны, а через другую в зал мира. Личная спальня короля. Посредине спальни светильник в виде синего шара, создающий в помещении эффект лунного света. Из спальни Людвиг II мог спуститься в купальню с мраморным бассейном. К купальне примыкает гардеробная комната для переодевания. Голубой салон. Рабочий кабинет. Столовая с подъемным столом. Здесь, как и в других дворцах, Людвиг II принимал пищу в одиночестве. Механизм подъема стола с ручным приводом. Малая галерея, примыкающая к столовой. Кабинет, полностью отделанный фарфором, включая стол, люстру и канделябры. Незавершенный северный вестибюль с парадной лестницей, похожий на южный вестибюль, с которого начался осмотр. Покидаем дворец и парк перед дворцом. Выставка детского искусства, посвященная Людвигу II, с юмористическим оттенком. Триграции Написано в память короля Лю и его двух любимых музыкантов, Рихарда и Вагнера. Приглашение посетить реставрированный барочный зал в монастыре Августинцев, на этом же острове. В монастыре в 1948 году работала конференция по созданию Конституции ФРГ. Довоенные немецкие банкноты В монастыре до постройки дворца останавливался Людвиг II. Мебель времен Людвига II. Портрет Людвига II. Кайзеровский зал монастыря в барочном стиле. Все, что мы видим, нарисовано на стенах и потолке. Монастырь в его нынешнем виде построен в 17-м начале 18-го века. Княжеская или садовая комната. Вид из окна во двор монастыря. В монастыре выставка художников, рисовавших в районе Кимзея. В том числе более ста работ художника и скульптора Юлиуса Экстера. Его произведения являются одними из лучших в южногерманской живописи начала эпохи модернизма. Вид из окна монастыря. Теперь идем на причал и на катере возвращаемся к пристани, возле которой оставили машину. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok На обратном пути катер зашел и на Фрауэн-Инсель. И здесь множество экскурсантов. По дороге к стоянке снова видим ретропоезд. Едем к месту нашей очередной ночевки, до которой от озера около 30 километров. Облака не предвещают на завтрак хорошую погоду. Трясется, не мысль. Машина плохая. Максим гонит по плохой дороге, опаздываем в гостиницу. Автобан, ведущий в Мюнхен. Но мы будем ночевать в городе Розенхайм, не доезжая 70 километров до Мюнхена. Наша гостиница. Наш номер. С нашими разбросанными вещами. Вид с балкона, относящийся к нашей комнате. А это вид из окна комнаты, под 90 градусов к балконе.